Доброе утро, Церковь! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Спасибо, Церковь! Аминь! Иисус воскрес! И в это утро действительно ценно то, что каждый из вас сегодня здесь. И для тех, кто любит слышать название тому слову, которое звучит с кафедры, можете записать, запомнить. Оно будет называться сегодня «Выходим». И будем говорить о исходе. Исходе из Египта частично. О выходе из тех ситуаций, в которые мы попадаем сами по своим представлениям, пониманиям или по каким-то своим заблуждениям. И будем говорить о выходе навстречу к тому, кто может дать свободу. К тому, кто действительно может своей жизнью поменять жизнь каждого из нас. К тому, кто действительно стал для нас путем и этим спасением. Прежде чем начнем говорить, хотелось бы вспомнить кое-что из нашей классики, русской классики. И прошу вас обратную связь. Кто знает продолжение этому месту, кроме Василия Николаевича, который, я уверен, что он должен это знать. Но представьте, в белом плаще с красным подбоем, шаркающей кавалерийской походкой 14-го числа весеннего месяца Ниссана. Кто знает? Откуда это? Что там дальше? Продолжение какое? Это действительно первый ряд знает, читающие люди. Из тех, кто не читает, можете освежить в памяти. Это школьная программа. Булгаков, Мастер и Маргарита. Вторая глава, начало второй главы. И там есть продолжение. Вкрытую колоннаду между двух крыльев дворца Ирода Великого вышел Понтий Пилат. И дальше идет повествование о Иешуа Гоносре. О том, в кого мы верим. Пусть это было искаженное представление или повествование Булгакова. Можно спорить и по-разному относиться к тому, что он описал. Насколько он ярко проиллюстрировал силы тьмы, силы зла и насколько невзрачен у него Иисус. Но это литература, которая многих знакомит с Иисусом. Которая многих знакомит с теми событиями, которые были в то время. И что происходило? На что хотелось бы обратить ваше внимание? Ранним утром 14-го числа весеннего месяца Ниссана. О чем речь? Это же Булгаков неспроста. Откуда он это взял? А взял он это, читая Тору. Читая Писание, в которое, да, каждый из нас верит. Это пятикнижие Моисеева, которое нам дает информацию. Почему важно 14-е Ниссана? И это исход еврейского народа. Исход одной семьи из рабства. Выход и становление действительно народа. Обретение этой свободы, которой многие стремились. 14-е Ниссана – это в тот день, когда был рожден народ. Когда в одних семьях были слезы, плач, причитания. А в других семьях была радость. Был свет. Потому что Бог предупредил и сказал, что каждый должен готовиться к этому дню. Каждый должен сделать определенные шаги. Сделать трапезу, сделать приготовление и быть готовым к этому выходу. Писание не говорит о том, остались ли кто-либо из потомков Иакова в Египте или не остались. Будем верить, что вышли они все. Но также выходило много иноплеменного народа, которые присоединились к еврейскому народу. И сегодня каждый из нас, здесь присутствующих и слушающих это слово, да, мы присоединились к еврейскому народу. Если вы еще не знали, то мы являемся потомками Авраама, Исаака и Иакова. Каждый из нас, верящий в Творца неба и земли, является потомком Авраама по вере. И это та радостная весть, которая у каждого из нас. Мы не оторваны от корней. Мы привиты к этому корню, который есть Творец неба и земли. Который держит нас, оберегает, хранит, дает жизнь, дает питание и действительно наполняет нашу жизнь во всей полноте. Это то, что позволяет нам радоваться во все дни нашей жизни. Это то, что позволяет нам проходить через переживания, боли, какие-то искушения. У каждого из нас они есть. И сегодня мы с вами собрались для того, чтобы размышлять над Словом Божьим. Размышлять над тем, что Бог говорит каждому из нас. И это очень важно, потому что, обратимся к Второзаконию, буду читать из 4 главы в современном переводе. Слушай же, Израиль, предписания и законы, которым я буду учить тебя. Тогда вы будете живы и придя в страну, которую Господь Бог, Отцов ваших, отдает вам, овладеете этой страной. Ничего не добавляйте к моим словам, ничего не убавляйте. Исполняйте повеления Господа, вашего Бога, которые я вам возвещаю. Вы сами видели, что сделал Господь в Балпиоре. Господь ваш Бог истребил тех из вас, кто пошел за пиорским валом. А вы, оставшиеся верными Господу, вашему Богу, вы все живы и по сей день. Вот я учу вас предписаниям и законам, как велел мне Господь мой Бог. Вы должны исполнять их в той стране, в которую придете и которой овладеете. Строго соблюдайте и исполняйте их. И тогда все народы увидят вашу мудрость и разум. Услышав обо всех этих предписаниях, они скажут, как мудр и разумен этот великий народ. Есть ли еще такой великий народ, народ, чьи боги были бы так близки к нему, как близок к нам Господь наш Бог, когда мы призываем Его. Есть ли еще такой великий народ, народ, чьи правила и законы были бы так справедливы, как этот закон, который я даю вам ныне. Смотрите же, берегитесь, не забывайте того, что ты видел своими глазами. Пусть увиденное пребудет в памяти твоей, пока ты жив. Рассказывай и детям, и внукам. Аминь. И эти слова – это начало этого учения, начало повествования слов Божьих через Моисея. К тем людям, которые, живя в Египте, устали от этих издевательств, от этого рабства, от всего, что их сдерживало и не давало им жить свободно. Они вышли. Кто-то из них продолжал иметь свои представления о жизни. Кто-то из них делал какие-то злые поступки, злые дела, оскорблял родных, близких, относился неуважительно к власти, к тому, что было вообще в жизни каждого человека. И у всех было разное представление, понимание. Но когда они вышли, Бог их начал учить. Точно так же происходит и в жизни каждого из нас. Мы живем до тех пор, пока не встретились с Ним так, как нам кажется правильным, так, как мы себе представляем или как научили нас родители, школа, институт. Просто школа жизни. Мы поступаем именно так, как считаем нужным. Но когда мы сталкиваемся и имеем эту встречу с Богом, выйдя из своего рабства, мы начинаем учиться. И Бог говорит, запомни и передавай детям и внукам. Что передавать? А то, что когда-то мы были рабами. Каждый из нас был рабом. И выйдя, мы обрели эту свободу. Свободу, которой нам необходимо дорожить. И если мы не передаем это нашим детям и внукам, то они забывают об этом. Они уходят в мир, попадают точно так же в рабство. Потому что имеют свои представления, свои понимания. Именно поэтому важно передавать эти слова и каждый раз о них вспоминать. Сегодня этот день воскресения. И мы с вами говорили, что Иисус воскрес, Христос воскрес. Как минимум по двум причинам. Потому что большая часть христианского мира именно сегодня празднует этот день воскресения. Именно сегодня вспоминает то, что Иисус воскрес и даровал свободу каждому верующему в Него. Вторая причина. Это потому что у нас в русском языке есть такой день, который называется воскресение. И каждый день мы вспоминаем. Отправляемся ли мы на дачу или идем в собрание в этот день, чтобы почтить Творца. Творца неба и земли. Почтить его за то, что он сделал для каждого из нас. Но что происходит? Выйдя из Египта, выйдя из этого рабства, народ сразу же сталкивается с проблемами и сложностями. Не становится сразу же все хорошо. Как только вышли, те проблемы, те грехи и беззаконие, которые остались сзади, в виде фараона, в виде его войска, начинают гнаться. И как расположено наше сердце? Как мы реагируем тогда? Опять ли мы возвращаемся в это рабство и говорим, ну все, нас догнали. Вернемся. Что вот нас сейчас убьют всех в пустыне? Зачем мы выходили? Либо имеем мы эту уверенность на Бога, на то, что Он, да, может освободить и защитить нас во всех наших ситуациях, во всем том, через что мы можем пройти. И этот день спасения, Он сегодня. Выйдя и выходя из рабства, мы можем стоять в этой свободе. Только каждый сам решает, возвращаться ли ему в рабство или не возвращаться. И это возвращение начинается с нашего разума. Когда мы допускаем себе какие-то неправильные мысли, мы позволяем в нашей жизни случаться каким-то неправильным вещам. Не нужно говорить, что это так произошло. Это само собой. Каждый из нас, он ответственен за то, что с нами происходит. А если Бог дает через что-то проходить, то Он обязательно даст и сил через все это перейти. Но что происходит? Народ, выйдя, тут же начинает роптать. Тут же начинает быть недовольным. Только что они увидели вот эти чудеса, знамения, когда в Египте умерли все первенцы мужского пола. От дома фараона до дома самого последнего человека. Каждый первенец умер, который не ждал и не был под защитой крови Агнца, которое было сделано по предписаниям Божьим. Была установлена вот эта вот Пасха, это освобождение. Они увидели это, радовались, выходили. Им давали драгоценности, золото, серебро, украшения. Бог расположил сердца всех египтян, им давали эти подарки, чтобы только быстрее они ушли. И вот получив все это, буквально на следующий день, через день, возникли сложности, и народ тут же начинает роптать. Тут же начинает быть недовольным. И у нас точно так же бывает в жизни. Получив освобождение, мы какое-то время радуемся, и у всех оно разный промежуток времени занимает. Приходят трудности, давление, и многие остывают. Многие отступают от того, чему были научены, от того, в чем были наставлены. Но Бог говорит, что стойте в этой свободе. Выйдя из рабства, опять не возвращайтесь в это иго. Опять не возвращайтесь к тому же самому, что порабощало вас, к тому, что держало вас в этой несвободе. Не возвращайтесь. И сегодня этот день, воскресенье, это день напоминания к тому, чтобы мы могли передавать нашим детям, внукам и всем тем грядущим поколениям, которые будут идти за нами. Мы тоже об этом услышали единожды, когда-то услышали. И то, тот день, или то, с чего начиналось, 14-е Ниссана, образовался народ, он вышел. И теперь продолжается празднование. Еврейский народ продолжает праздновать Пасху и потом 7 дней опресников. 7 дней этот праздник, в который едят не квасной хлеб, мацу. И почему это делают? Это делают для того, чтобы вспоминать о том хлебе бедности, который был в рабстве. О том, что Бог совершил, выведя их из Египта. Потому что это традиция. Тесто не успело закиснуть. Они испекли лепешки, кушали их с поспешностью и выходили в радости. И сейчас, употребляя этот хлеб, они соблюдают традицию. Но для нас в этом тоже есть глубокий смысл. Чтобы мы помнили, что, кушая этот хлеб, когда-то были рабами, но вышли из этого рабства. Что, кушая этот хлеб, не квасной, не дрожжевой. Это то, что позволяет нам быть в свободе, стоять в этой свободе. Потому что апостол Павел назидает нас и говорит. Откроем, пожалуйста, 1 Коринфянам, 5 главу. Сергей тоже вспоминал об этом с утра. С 6 стиха до 8. Читаю, опять же, со временного перевода. Не пристало вам зазнайство. Неужели вы не знаете поговорку? Немного нужно закваски, чтобы закисло все тесто. Так начисто выскребите старую закваску, чтобы стать новым тестом. А вы и есть тот не квасной хлеб. Потому что наш пасхальный ягненок Христос уже принесен в жертву. Так будем праздновать Пасху не с хлебом старой закваски, пороком и злом, но с пресным хлебом, искренностью и правдой. Апостол Павел возвращает нас к этим дням, когда мы доокушаем этот пресный хлеб. И как прообраз вот этого квасного хлеба, того, что имеет закваску, того, что имеет дрожжи. Это старый хлеб, старая закваска, порок и зло. Это то, что есть в жизни у каждого из нас. И нам следует над этим доработать. Нам следует помнить об этом и выскребать не только в эти семь дней, не только перед праздником Пасхи заниматься очищением своего жилища. А очищение жилища – это не только наш дом, в котором мы живем, но также и наше тело – это жилище Духа Святого, жилище вас как личности. Потому что то, что вы видите, это не вы как человек. Ваш внутренний человек, он находится внутри. Это лишь внешняя оболочка, которая ветшает с каждым днем. И в определенный момент она останется здесь на земле. Но мы уйдем навстречу к Творцу. И как мы уйдем? Насколько мы приготовим свою жизнь для того, чтобы была правда во всей полноте. не было того, что апостол говорит «старая закваска» – порок и зло. Но кто-то скажет, ну я же не делаю зло. Никого не убиваю, не ворую, не гневаюсь на брат напрасно. Конечно же, святые мы люди. Но у каждого из нас есть что-то внутри, над чем нам следует работать. И у всех это разная мера. У всех это разная степень заквашивания, которую нам нужно выскребать из себя. Потому что закваска – это как эгоизм. Это то, что действительно у нас во всем мире размножается. Вот как только вы почувствовали, что вас обидели, оскорбили и унизили, знаете, что вас – это закваска. Вас начинает распирать вот эта вот гордость, которая не дает вам жить, не дает вам радоваться, обидели, все, жизнь закончилась, ко мне несправедливо отнеслись, не уважают меня люди. И Бог предупреждает и говорит, что выскребите из себя эту закваску. Потому что это и есть тот порок, который не позволяет нам приближаться и выходить навстречу к Иисусу. Который не позволяет нам оставаться в этой свободе, которую даровал нам Бог. Но апостол Павел предупреждает и говорит, выскребите, прям начисто, но празднуйте с пресным хлебом, искренностью и правдой. То есть это тот путь, тот рецепт, который, да, приводит нас в радость. Это тот рецепт, который дарует нам жизнь. Когда мы не допускаем лукавства, когда мы не допускаем какой-то неправды, но живем во всей полноте. Если мы кому-то что-то пообещали, мы исполняем то, что мы пообещали. Если мы должны что-то делать для своих близких и родных, мы делаем для своих близких и родных. И не говорим им о том, что дар Богу то, чем ты мог бы от меня пользоваться. Мы исполняем свои обязанности, которые возложил на нас Бог. Потому что все эти слова, дарованные нам сегодня, и которые мы слышим, это все то, что дает нам свободу. Все то, что позволяет нам стоять в этой свободе и достигать больших результатов. Приводит к действительно полноценной славе. Потому что именно к этому призывает нас Бог. И Он говорит, что вы и есть этот не квасной хлеб. Вы и есть этот пресный хлеб. Каждый из нас сегодня здесь, мы и есть те Божьи дети, сыновья и дочери, которых Бог избрал, призвал к себе, привлек к себе этой любовью, которая, да, была излита каждому из нас. Не по нашим делам, не по нашим заслугам, но только благодаря тому, что Бог возлюбил каждого из нас. И в этом нам и нужно оставаться. В этом нам и следует стоять. Здесь и сейчас. Во все дни нашей жизни. Потому что именно к этому Бог нас призывает. Чтобы, выйдя из египетского рабства, мы не возвращались. То есть мы выходим. Выходим, и начинается наш путь, наше следование в эту землю обитованную, в Царство Небесное, которое даровано для каждого из нас. Если мы будем обращаться к истории и вспоминать, то ропот приводит к тому, что многие не входят в Царство Небесное. А даже если входят, то написано, как из огня. Выхваченные. Давайте не будем теми, кто будет выхвачен, как будто бы из огня. Выпустим на свободу всех тех, кого мы держим в рабстве. В рабстве непрощения, в рабстве обиды какой-то. Если мы кого-то обидели, нам следует попросить прощения. Если кто-то обидел нас, нам необходимо примириться с этим человеком. И сказать, знаешь, некрасиво ты поступил. Но мы же люди гордые. Сразу же, ну как, меня обидели? За что я буду просить прощения? Я ничем никого не обижал. Меня обидели. Но это не позволяет исполнить то, к чему нас призывает Творец. К этой новой любви. Он сказал, заповедь новую даю вам. Возлюбите друг друга, как я возлюбил вас. Вот скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас считает, что Бог за вашу добродетель и доброту привлек вас к себе? Призвал за ваши заслуги? Может быть, есть ли среди нас такие? Конечно же. Никто из нас не имел в себе ничего доброго до тех пор, пока мы не встретились с ним. Потому что только во свете его мы получаем эту новую заповедь. Любить других людей, как нас полюбил Бог. И как мы тогда можем молиться? Прости нам наши долги, как и мы прощаем тем, кто нам должен. Прости нам наши грехи, как мы прощаем тех, кто нам должен, кто нас чем-то обидел. Это же обратная заповедь. Если мы не прощаем, то Бог предупреждал нас через апостолов и говорил, то и вы не можете получить этого прощения. Потому что в этом и есть смысл взаимоотношений. В этом и есть это зерно любви, которое Бог дарует для каждого из нас. Что сегодня этот день спасения. И мы вспоминаем именно об этом в воскресенье. Мы вспоминаем и напоминаем нашим детям. Мы говорим, кушая вместе, говорим об этом пресном хлебе, о маце. Мы говорим о том, что сделал Бог для каждого из нас. Как Он нас избрал. Как Он нас вывел из этого рабства. Либо мы не делаем этого. И тогда ответственны за жизнь наших детей, если мы их этому не учим. Очень важно, чтобы вот эти вот слова, которые мы слышим сегодня, и они звучат, мы их изучаем, они не становились для нас просто пустым звуком. Потому что народ все время после выхода из египетского рабства, 14-го числа Ниссана, собирается на совместную трапезу. Они кушают. Они вспоминают о том, что сделал для них Творец. Как они были рабами и вышли. Но постепенно жизнь, суета приводила к тому, что забывали важные вещи. Забывали о важном законе. О милости и доброте, которая должна быть у каждого человека. И тогда, попадая в разные рассеяния, неоднократно будучи угоняем в разные страны, обещание было для них, что вы придете и завладеете той доброй землей. Это было обещание для каждого человека, выходящего из Египта. Но была бы там ситуация, когда многие испугались, многие зароптали, сказали, там большие великаны, большие проблемы. На жизни меня предостерегали и говорили, нельзя туда ходить, мы все умрем, опять станем рабами. И те люди, которые так поступали, они остались в пустыне. Написано, что своими телами они устлали пустыню. Только те, кто был младше и за кого боялись они, они вошли в эту обетованную землю. И также мы, входя в эту обетованную землю, должны оставаться в этой свободе. Стремиться к свободе, которую дарует нам Христос. Потому что люди, ожидавшие прихода Мессии, все пророки, начиная от Моисея, они свидетельствовали и говорили, что должен прийти Мессия, должен прийти тот, кто освободит их. И вот как раз сегодняшний день, который в нашей стране называется вербным воскресением, странно, что вербным, потому что с пальмами люди встречали, но вербное оно у нас. Да, говорят, у нас нет пальм. Читаем из 12 главы Евангелия Теана. За шесть дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, где жил Лазарь, которого Иисус воскресил из мертвых. Это начало 12 главы. И дальше, с 9 стиха. Тем временем толпы людей, узнав, что он здесь, пришли туда и не только из-за Иисуса, но и для того, чтобы увидеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Тогда старшие священники решили убить и Лазаря, потому что из-за него многие стали покидать их и верить в Иисуса. На следующий день многочисленная толпа, пришедшая на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяла пальмовые ветви и вышла ему навстречу с криками. «Осанна, благословен идущий во имя Господня и царь Израиля». Иисус, найдя осла, сел на него, потому что так сказано в Писании. «Не бойся, дочь Сиона, смотри, твой царь грядет к тебе верхом на молодом осле». Шесть дней до Пасхи. Если принять во внимание, что 14-я Несана у нас будет только на следующей неделе, а не было в эту пятницу, то сегодня Иисус, будучи в доме у Лазаря, которого он воскресил из мертвых, собирался идти в Иерусалим. И так как на праздник Пасхи собирался весь верующий народ в город Иерусалим, о котором мы сегодня пели и танцевали, вспоминая, что Иерусалим – город золотой, они собирались все, потому что это был один из трех важнейших праздников, в которых все собирались в этот город. Было большое стечение народа. Так вот, услышали о том, что пришел великий учитель, пришел тот, кто совершил чудо, которого до этого не видел и не слышал народ. Забыли уже о том, какие чудеса и знамения совершались раньше. И было сказано, пришел Иисус из Назарета, выходим его встречать. И написано, что большая толпа вышла, не все, потому что некоторые ожесточились, некоторые сказали, так не должно быть, это неправильно. И написано, что старшие священники, учителя закона приняли решение убить его в этот день, потому что многие пошли за ним и стали верить. И что происходит? Большая толпа за шесть дней до Пасхи идет и его встречает, выходит с этими пальмовыми ветвями, у других евангелистов написано, постелали свою одежду, встречали его как царя. Но каждый из нас услышал, выходим, выходим навстречу. И мы очень часто откликаемся и выходим на разного рода субботники, праздники, на разные мероприятия мы выходим. А когда слышим весть о том, что необходимо выйти навстречу с Иисусом, мы закрываем свое сердце, или же мы считаем, что непонятно, к какому мы пойдем встречать Иисуса, непонятно, к кому мы пойдем навстречу. Но это важно для того, чтобы сегодня, здесь и сейчас, каждый из нас осознал в своем сердце, внутри, кого мы встретили, в кого мы уверовали, и к кому нам нужно выходить каждый день. Каждый день в своей жизни мы начинаем с того, что мы выходим. Не только в воскресенье, и не только в праздничные дни, но просыпаясь с утра, да, это время для того, чтобы мы могли жить и возвещать его дела на этой земле. Потому что люди, вот то, о чем читалось сегодня, чтобы закрыли рот невежественным болтунам, это не кто-то особенный будет закрывать, это те из нас, кто делает добрые дела. И рот у них будет закрываться у невежественных не из-за того, что мы кляпы им вставляем, а из-за того, что Бог будет показывать через нас свою милость, свою благодать, чтобы каждый из нас, Он был готов принимать тех отверженных, принимать тех обманутых, униженных и оскорбленных, чтобы мы помнили, какой свободе призывает нас Бог, ценили эту свободу и шли к Нему во все дни своей жизни. Потому что именно вот этот праздник выхода, праздник исхода из рабства, он в очередной раз напоминает нам, что мы можем вернуться. Каждый из нас может возвращаться, это личное наше решение, личный наш выбор. Стоять ли нам в этой свободе, дорожить ли нам ей, или же становиться опять под ермо рабства. И это ермо рабство у всех разное. Для кого-то может быть ермом дети, работа, муж, жена. И кто-то может быть скажет, ну как же, вот у меня там неверующие, они меня не понимают, оскорбляют, унижают. Но Бог говорил, что унижали меня, будут унижать и вас. Оскорбляли меня, будут оскорблять и вас. И горе вам, если к вам относятся все ровно, если к вам относятся все по-доброму. Потому что где-то мы идем на компромисс с этим миром. Где-то мы прогибаемся и поступаем не в соответствии со Словом Божьим. Потому что именно своей жизнью мы показываем людям, к чему призывает нас Творец. Именно своей жизнью мы возвещаем все те дела Божьи, которые Бог через нас совершает. И выйдя к Нему навстречу, приобретя этот путь спасения, мы должны в нем оставаться. должны возвещать своим детям, своим близким, что сделал для нас Бог. Или мы уже устали и не приглашаем никого, не говорим, пойдем, сегодня день спасения. Пойдем, услышь то, что Бог будет говорить сегодня к народу и скажет к тебе. В следующее воскресенье у нас уникальная возможность, когда мы будем продолжать вспоминать о том, что сделал для нас Иисус. пригласить тех людей, кого мы давно уже приглашали. И не рассказывать им о многом, если они не хотят слушать, но сказать, пойдем, пойдем будем праздновать, пойдем будем вспоминать. Будет Пасха Господня, будет воскресенье. Это хорошее время, в которое мы, как верующие, можем сказать, выходим. Выходим на встречу с Богом. Выходим на встречу с тем, кто может изменить твою жизнь. С тем, кто может даровать тебе этот путь спасения. С тем, кто даст тебе эту свободу. Потому что только свободу, которая дарована Иисусом, только то, что дарует нам Бог через нашего Господа, Мессию, через Иисуса Христа, именно эта свобода и есть то предназначение, к которому мы стремимся. То, к чему мы идем во все дни нашей жизни. И в конце мы получаем вечную жизнь, вечную радость. То, о чем мы сегодня с вами пели. Об этом и хотелось бы сегодня именно напомнить, чтобы мы, выходя из рабства, выходя на встречу с Иисусом, ценили и получали эту встречу. Если мы сегодня не встретились, значит, мы пошли не в то место. Если мы сегодня не увидели с ним, не услышали от него слова, значит, мы были где-то в другом месте города Иерусалима, в другом месте Израиля, но не там, где был Спаситель. И именно вот это важно, чтобы каждый из нас имел эту личную встречу. Здесь и сейчас. Давайте, вставши, помолимся. Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за этот путь спасения, который был дарован для каждого из нас. Мы благодарим Тебя за это 14-е Несанов, которое, выйдя из рабства, народ стал Твоим народом, Твоим избранным ребенком, которого Ты избрал и предопределил. Мы благодарим Тебя за этот путь спасения, в который мог войти каждый из нас, благодаря жертве Иисуса на кресте, благодаря тому, что Он умер и воскрес для каждого из нас. Мы благодарим Тебя за то, что мы, выйдя к Нему навстречу, получили этот путь спасения. Мы благодарим Тебя, Отец, за все, что Ты совершаешь в наших жизнях. Мы просим, пожалуйста, пусть не будет у нас этого греха, этого беззакония и старой закваски, которая есть в каждом из нас. Дай, пожалуйста, нам очищать наши сосуды и жить в этой свободе, которую Ты призываешь, каждого своего ребенка, свою дочь и своего сына. Мы благодарим Тебя, Отец, за это. Мы превозносим Твое чудное великое имя еще и еще и просим, дай, пожалуйста, нам жить на этой земле, так как Ты поручаешь каждому из нас. Дай, пожалуйста, не размениваться и не идти на компромисс с этим миром, но стоять в этой свободе, которую Ты даруешь каждому из нас. Мы молим и просим во имя Господа нашего Иисуса Христа, и все согласные с этим скажут, что означает, да будет так. Будьте благословенны, народ Божий. КОНЕЦ Продолжение следует...